Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередной мукбанг. У нас сегодня с вами салат Цезарь, который никогда, на минуточку, никогда не был у меня в мукбанге. Представляете? Хотя я очень люблю этот салатик. Приготовила я его сама, поэтому в инфобоксе вы можете найти рецепт моего собственного приготовления салата. Я его готовлю максимально просто, без заморочек. Я просто беру сухарики из супермаркета, беру грудинку и, в общем, очень просто его готовлю. Вот так вот, ребята. Все, что наготовила, наложила себе на тарелку, потому что, кроме меня, никто не кушает его бабушка. Вот эти вот соусы она не ест. Вашему вниманию мой бокал. Это просто кинг-сайз. Это просто мой размер. О, кайф! Из него пить кайф. Знали бы вы, как долго я искала такой бокал? Хотя нет, вы знаете. Подписчики, которые давно со мной, они знают. Проблема в том, что каждый раз, когда я находила такой бокал, он был в комплекте. То есть, например, в комплекте 6 бокалов. И мне пришлось покупать 6. А мне 6-то не надо. У меня по 1. И поэтому я не покупала. И причем вот те, которые я хотела купить. Хорошо, что я их не взяла, потому что они были намного меньше, чем этот. Я хотела, чтобы бокал был без рисунков этих вот деревенских, без всяких этих орнаментов. Просто чисто белый, огромный бокал. Даже у меня была идея купить маленький аквариум. Ну, такой в форме бокала, может быть, вы видели. Я в зоомагазине даже присмотрела один. Кстати, недорого совершенно он стоил. Он там прям чувствовал, что стекло очень дешевое. И причем стекло было такое прочное, плотное. Но проблема заключалась в том, что этот аквариум был реально очень большой. И получается, что у меня в кадре должна быть еда. Еще должна быть вода. И этот бокал прям закрывал кадр. Я люблю, когда еда очень близко. Как можно ближе в кадре. Вот чуть-чуть дальше от камеры я поставлю еду. Все, у меня брат начинает. Это что, еда на Камчатке? Ничего не видно? Не интересно. Снимаешь, снимай нормально. У меня брат вообще такой знаток этих мухбанков. Лет пять назад он смотрел одного блогера. Оказывается, в то время тоже были мухбанкеры. Я думала, что... Понятие мухбанк появилось недавно. А потом я вспомнила, что у меня брат смотрел одного блогера. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы его смотрите и знаете его канал. Короче, парень снимает видео. Знаете, какого формата? Он просто ставит перед собой один йогурт И говорит, ребята, мы сегодня будем кушать йогурт. И начинает есть. Вот. То есть такой стиль. Косит под дурака, да, так можно сказать. Но мой брат угорал над ним. То есть его шутки ему заходили. Счастье-то какое. Хоть какая-то мечта моя сбылась. Бокал купила. Была еще другая мечта купить хату. Пока что только бокал. Дальше будет видно. Мечта дурака. Вы бы видели, когда чисто случайно в супермаркете я увидела этот бокал. Я просто как сумасшедшая неслась к нему. И в магазине он был как будто мутный. Очень странный. Как будто, не знаю, вот стекла бывают, год не моешь, и они такие становятся мутные. Вот здесь было то же самое. Я пришла домой, помыла. Короче, салат вкуснейший просто. Вообще не солила. Я просто грудку при варке солила. И сухарики здесь получаются тоже соленые. И сыр. Очень много сыра я всегда добавляю. Поэтому как бы надобности в соли не было. Знаете, какой вывод напрашивается? Вчера я прочитала комментарии насчет того, что, ну, типа, я часто моргаю. Мне, честно, особо никто про это не говорил. Но, возможно, так есть. Как вы знаете, у меня проблемы со зрением. Я собираюсь делать операцию и так далее. И одна девушка очень жестко выразилась по этому поводу. Прямо очень грубо. Я ей ответила. Я ей ответила, что, ну, возможно, вас раздражает то, что я моргаю часто. Но, может быть, это связано с тем, что у меня немножко проблемы со зрением. И она прочитала комментарии и извинилась. То есть, некоторые хейтеры, они появляются из-за недопонимания. То есть, например, ты не отвечаешь подписчикам, потому что не успеваешь. У людей это копится. И выходит наружу. То есть, если даже человек к тебе со злом, очередной раз убеждаешь, что если ты к нему с добром, то ничем плохим это закончиться не может. Вы, конечно, это все увидите во влоге, но я сегодня была в супермаркете. И бабушке мы делаем карточку для пенсионеров в Браба. Есть специальная акция, про которую, кстати, много кто не знает. Но сходите, поинтересуйтесь. Они вам делают карточку, с помощью которой вы можете покупать товары со скидкой. То есть, мне кажется, это идеально просто. Некоторые мои знакомые говорят, что скидка всего 7%, а некоторые говорят, что 10%. Но я думаю, что даже если и 7%, это тоже круто. Почему нет? Зачем отказываться? Очень вкусный салатик получился. Что больше всего не любишь в людях? Вот я реально хотела поговорить на эту тему. Я видела историю Матранга. Может, вы тоже видели. Про высокомерие людей. Про то, если ты хочешь узнать человека, то сходи с ним в ресторан и посмотри, как он общается с официантом. У меня была одна знакомая. Мы с ней дружили. Ну и сейчас общаемся. Просто сейчас уже намного меньше. И она работает продавщицей. В магазине. Как-то мы с ней пошли в ресторан. Она раньше жила в деревне, сейчас переехала в город. В общем, зашли мы с ней в ресторан. И получается, что человек всю жизнь прожил в деревне. И в то время, когда она жила в деревне, мы с ней очень тесно общались. А когда она переехала, к сожалению, так получилось, что то у меня дела, то у нее дела. У нее вообще такая работа. Она с 10 до 10 на работе. И получается, что времени увидеться можно сказать нету. И пошли мы с ней в ресторан. Чистый стол. Вот реально чистый стол. Она так пафосно начала разговаривать с официантом. Если вам не трудно, нормально протрите этот стол. Стол блестит, ребята. Я не знаю, может, я какая-то свинюшка. Но я на самом деле не придирчивый человек. Для меня оно нормально. У меня нету такого перфекционизма, так скажем. Потом она берет приборы и начинает салфеткой их вытирать. Хотя приборы прям блестят. Ресторан не дешевый. То ли она хотела мне показать, что смотри, я переехала в город, я стала такая городская, я на все обращаю внимание. После того, как официант пришел, вытер стол. И он такой, как ужас, как они здесь работают. Никакого уважения к клиентам. Короче, честно, вот этот вот момент меня очень отвернул от нее. Я не люблю, когда люди как-то высокомерно начинают себя вести. Чуть-чуть, например, начали работать, зарабатывать. Все, их уже прям распирает пафос. Не люблю таких людей. У меня, например, брат какое-то время работал официантом. Мне бы безумно было бы неприятно. если бы какой-то посетитель так бы отнесся к моему брату. Это как у нас в универе была девочка, у которой есть машина, очень дорогая машина. И через каждое слово она говорила про свою машину. Это реально было настолько тупо, настолько смешно со стороны. Ну все, ребята, я доедаю. честно, я объелась. Это на самом деле многовато было. Но я же решила доесть до конца. Ваше здоровье. Я вам желаю, мои дорогие, быть хоть немножечко добрее. А с вами была Эмиль. Обязательно пишите свое мнение по поводу бокала и по поводу вот этой вот штучки. Я буду покупать разных цветов, чтобы каждый раз вас радовать. Да, здравствует разнообразие! Если вы до сих пор кушаете, то приятного аппетита, удачного дня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok.